МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В награду за хорошую работу Арам в понедельник утром повел участников на обед в один из лучших ресторанов Москвы. В разгар трапезы к Кириллу подошла девушка, которая оказалась его экс-возлюбленной. Женя с достоинством перенесла эту встречу, хотя ситуация ее явно задела. Вчера в должность управляющего вступила Татьяна. Ужин прошел не без приключений. Саша еще раз подтвердил истину, что любая инициатива наказуема и был признан худшим в этот день. Выручка ресторана за вечер составила 164 тысячи рублей, а общая сумма 2 миллиона 125 тысяч 800 рублей. Лучший участники признали Татьяну. Как будут развиваться события дальше, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, ребят. Доброе утро. У нас продолжается неделя русской кухни. Помимо русского меню, нам бы хорошо сделать какое-то оформление зала. Ребятам мы кушаки заказали и девочкам кокошники. Таня изменилась в моих глазах и очень сильно выросла. С нее много идей по поводу этой недели. Я надеюсь, что у Таня все получится. Есть два варианта музыкантов. Гусляк профессиональный берет за два дня 10 тысяч. Есть студент. Он играет на балалайке. А поет при этом? Нет, не поет. Я предлагаю попробовать балалайшник, если что, выкинем. Да, мне тоже больше балалайшник нравится. Больше времени посвятить какой-то, может быть, не шоу-программе. Я не скажу, что мы в том состоянии что-то сделать. У нас просто физически времени не хватит. Нам нужно сделать простое и вкусное меню. Сегодня еще такое решение возникло – подавать при входе каравай. Ну, если честно, плохо. Плохо отношусь к русской кухне. Кто хочет принять участие в выпечке? Сандро? Аня? Сандро, да. Анна. Отлично, хорошо. Я буду отчестировать Сандро. Аня, я даже не знаю, она помочь ли вызвалась или загубить ситуацию. Ну, в общем-то, собственно говоря, и все. Хорошего дня, ребят. Спасибо всем. В тот момент, когда Татьяна обсуждала с командой тематику «Русского вечера», Евгения и Александр приехали в один из московских баров, чтобы познакомиться с их необычной концепцией. Встретил их владелец – Павел Лисюков. Павел, здравствуйте. Женя меня зовут. Очень приятно. Очень приятно. Присаживайтесь. Забавный мужик с такой бородой и усищами. Скажем, вот в годы, наверное, в 60-е это было модно. У вас очень необычный интерьер. Бедненько, но чистенько. Нет, нет, не хорошо, не знаю, очень как бы уютно. Расскажите нам, пожалуйста, как у вас тут весь процесс происходит. Скромно скажу, что мы входим в 50 лучших баров мира. Давайте мы вас поздравим. Благодарю. Его заведение, я бы назвал это просто неплохим баром или кабаком. У нас домашняя атмосфера. Очень демократичная, очень скрепощенная. У нас нет меню. В основном наши официанты и бароны рассказывают. Объявляем мастер-класс открытым по выпечке каравая. Аня и Сандро взяли на себя такую ответственность. Хороший хлеб получается только очень доброго, усветлого человека. Поэтому мне бы хотелось посмотреть, как нам преподнесет каравай Сандро. Я хочу частичку своей души вложить в его каравай. Я думала, ну действительно ли все так безнадежно с ним? Тесто впитывает информацию, тесто впитывает душу. Как ты пришел к этому? Вот ты решил испечь каравай. Как вот тебе в голову это вообще пришло? Я много видел каравая, так как провел очень много свадеб. Ну сам-то ты же не пек ни разу каравай. Нет, я каравай ни разу не пек. Я всегда хотел это попробовать сделать. Я с душой ко всему отношусь. Я не думаю, что делая каравай без души, он бы вообще получился. Нам нужно 250 грамм маргарина или хорошего масла. Муки 2 килограмма. 22 грамма дрожжей. Два яйца. Мы ставим опару. Это литр молока. Всыпаем туда дрожжи. Всыпаем разрыхлитель. Две столовые ложки сахара. И соли пару щепоток. Куча была ошибок. Никто не добавляет разрыхлитель. С дрожжами никто не смешивает. Никто не солит. Пока на опару ставят. Мне кажется, там много всего интересного. Что вы хотите? Здравствуйте, Евгений. Сегодня буду вам наливать. Для меня это подвелось к хорошим барам. С барной стойкой. Где, в принципе, есть неплохие, как нам рассказал Павел, настойки. Я всегда дома хотел вот такой, знаешь, винный стеллаж. Ты заметила? У меня напечатано. В этом так же, как у нас. Павел, а что это такое интересное? Расскажите. Это литографский станок. Грубо говоря, это старинный ксерк. Он трансформировался в стол. Теперь здесь сидят наши гости. Так что, видите, весь хлам в дом. Очень здорово. Сколько будет тесто стоять у нас, подходить? Я на этот вопрос пока ответить не могу. Мы сейчас посмотрим на его поведение. Аня сказал, что должна быть легкая рука у человека. А у Александрова далеко не легкая рука. Александров, мне кажется, уже максимум, чем мог всех поразить. Он уже поразил. Это далеко не кухня. У меня мама прекрасно готовит. У нее, видимо, по-настоящему очень добрые руки, потому что у нее вся выпечка получается фантастическая. Вам не интересно Сандро, нет? Нет, вот сейчас Кирилл, я заметил, он слушал Сандро. А Сандро куда-то там сейчас смотрит вообще на пол. Я не пойму, к чему ваше нарывание. Я слышал, нам привезли боксерские перчатки, если будут продолжения таких нарывателей. Это же мой противник. Это по-любому минус в его сторону. Мы дойдем с ним до конца. Ну, а потом посмотрим, кто из нас лучший. Вы вызывайте меня на... Пока я вас не вызываю. ...на дуэль. Пока что я только предупреждаю. Есть золотые слова. Каждому человеку, которому ты даришь доверие, ты даешь ему просто в руки нож. И он может тебя или защитить, или в любой момент тебе вставить его в спину. Я слишком много здесь людям доверял. И я считаю, что хватит. Основа хорошего ресторана – это хороший коллектив. Это второе. Второе. Первое – это желание. И понимание того, к чему ты идешь, к чему ты двигаешься. Вы придумали концепцию, держите ее до конца. Даже если сначала ничего не получается, если к вам не ходят гости, нужно выждать момент. Ну, удачи! Спасибо. В неравном бою. Да, приятно было познакомиться. Скоро к вам пройдем в гости. Есть вообще какая-то технология замешивания теста? В одну сторону, там, снизу вверх? Ну, я, видишь, мешаю его в одну сторону, да. А часы у тебя мука непроницаемая? И вода непроницаемая, и мука непроницаемая. Они непробиваемые, такие же, как и с андросом. СМЕХ Представляю вас в момент запарки в пекарне. И все, мы пока же тесто ставим в теплое место. Часть каравая разобрались. СМЕХ Здравствуйте, Арана Михайлович. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Поставили тесто. Молодцы. Процесс готовки каравая растянулся на полдня. И пока тесто подходило, Катьяна собрала команду, чтобы уточнить все детали предстоящего вечера. Я думаю, что балалайшник... Нельзя было баллиниста хорошего найти. Балалайшник. Они такие вещи играют. Балалайшник. 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 А потом он будет еще по залу ходить с балалайкой. Где они собираются? Здравствуйте. А не подскажете, где я могу найти Арама Михайловича? Пойдемте, вас положите. Вас как представит? Игорь Владимирович. Мне прикинь. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Владимирович. Так, короче, будешь сегодня Игорюшка. Завтра подумаем, что с тобой дальше делать. Добрые вы мои. Молодой человек вызвал у команды множество вопросов. Участники строили предположения. Может ли он стать одним из них? И с облегчением вздохнули, когда тот покинул кабинет Арама. Удачи всем. Берегите себя, Игорь Владимирович. Обязательно. А после его ухода в ресторан пожаловала девушка. Мне нужен Арам Михайлович. Да. Маргарита. Мне здесь, дайте, дайте звали. Отвали, если тебе блондинки не нравятся, это ничего не значит. Понял? Да, когда блондинка рядом. Да ты тут при чем? Меня Маргарита зовут. Да, очень приятно. Я к вам хочу. Хотите в проект? Да. Честно скажу, мне неинтересно. Финальный приз. Я пришла сюда совсем по другому поводу. А по какому? У меня есть определенный сумма денег. И большое желание сделать такой ресторан, который я хочу. А я пришла сюда за опытом, за тем, чтобы разобраться, как это все работает, чтобы мне это в дальнейшем помогло в становлении моего бизнеса, моего ресторана. Честно вам сказать, я готовить не очень-то умею. Поэтому претендовать на какие-то лидирующие позиции в плане шеф-поваров, естественно, я не собираюсь. Если они подумают, что ты ни на что не претендуешь, да они вообще на тебе внимания вообще не будут обращаться. Хорошо, я их расслаблю и выиграю. Вот, да, это очень важно. Я думаю, что тебе придется иногда и выслушать что-то неприятное с твоей адресом. А может быть, ты действительно обаятельнейшая персона, и они сразу скажут, вау, мы пойдем за этим. Ну, нет, всем мил не будешь. Ну что, я подумаю. Пока Арам беседовал с возможной участницей проекта, тесто для Карабая подошло. Сандро, как ты там без меня? Все прекрасно. А косу-то? Сейчас я сделаю косу. Я до конца не верил опять, что он у него получится. Ну, видать, он с тестом дружит нормально. В принципе, можно открыть с ним какую-нибудь булочку. О, прозвенел сигнал, Каравай наш, наверное, уже готов. Иду смотреть. Каравай, Каравай, я вот тут что делаю. Я предлагаю сегодня голосование начать именно с этой пенсии. Я люблю, конечно, всех. Так, он у нас полностью пропекся. Добро пожаловать, уважаемые гости, на Хлеб достой. Здравствуйте, Пакетка. Спасибо. После посещения бара Александр, оставшись с Женей наедине, решил воспользоваться ситуацией и перетянуть ее на свою сторону. И все-таки, знаешь, на самом деле, я вот за вчера на тебя вообще обижен. Ты все-таки с Питера могла меня поддержать. Поддержала Кирилла. Все-таки ты так на него смотришь, знаешь, так вот так. Да ладно, вы хватит. Нет, ну, я же, я же, я же по-хорошему. С вас можно картины писать. Не знаю, я все-таки рассчитываю, наверное, на твою поддержку. Мне бы было, на самом деле, очень приятно, если бы в шестерке было два с Питера, там, один с Москвы кто-то, и остальные, ну, так рандомно раскиданы. Это лично мое мнение. Я не думаю, что я сейчас там самый сильный игрок. Я просто хороший конкурент. Может быть, пока я, кто-то я всего этого не замечает, но это вот хорошо, пускай я не замечаю. Не надо. Удивиться пока еще надо. Нет, ты ничего не сделаешь. У нас же все равно все никак не предсказалось. Да, в вашу коалицию, конечно, там уже бронь просто. Я даже не думала об этом, пока ты мне об этом не сказал. Между прочим, зря так вот много кто думает. Я стараюсь занимать такую позицию. Ну, не то, что и вашим, и нашим, да. Да, не с теми, и не с другими. Нет, нет. Жалко, что я не умею метать молнии. Девцом, да, вот этот молния. Все знают, что останутся какие-то некие шесть человек мифических. Можно выбрать сильных соперников, можно выбрать слабых, слить сильных. Чем ближе к окончанию проекта, тем ставки все выше. Пока Женя и Саша Мила беседуя прогуливались по городу, в ресторан пожаловали нежданные гости. Здравствуйте. Мы с Татьяной. Ну, пойдемте, расскажу. Таня, тебе родственники. Сладкий. Решили навестить. Видите, Таня дослужилась до управляющего, все выбрали ее главный. И теперь она руководит этим рестораном. Круто. Наша Танюша, она же у нас такая домохозяйка, тут прямо на нее такая ответственность. Она управляет рестораном, пускай небольшим. Ну, хотим сказать спасибо большое. У вас шикарная супруга, также ваша мама. Мы очень рады с ней работать. Все ее любят, все уважают. Поддерживайте, не обижайте. Поддерживаю, конечно. Женька, такая хорошая погода, такое настроение. Давай послушаем радиоэнерджи. Можно, пожалуйста, музыку погромче? Саша и Женя приехали в ресторан вовремя, к моменту распределения позиций на вечер. Ну что, я вот сейчас пришел на распределение ролей, и уже с самого начала настроение шикарное, потому что какой-то великолепный запах от этого коровая исходит хлеб, соль. Мы хотим создать, попробовать атмосферу. Захотелось меня оторвать, но я не буду до того, как гостей. Я считаю, что задумка удалась. И неважно, какой коровая был, серый, черный, белый. Внешний вид вполне соответствовал, он был очень красивым. И, в общем-то, я была довольна подачей. Просто мне интересно, а кокошники это у официантов будут? То есть официанты будут девочки? Нет, сегодня официанты будут мальчики. Сегодня будет для Анечки, как шеф-повара. Комцу мир Майметкин, как говорят в Германии. Раз, два. Ну, просто русская народная красавица. Сказала мать, быть может, ты устанешь от дорог. Взывание. Анна, кокошники это реально круто. Так как у нас русская кухня, это реально респект. На себя бы я его не одел. Какое распределение, хотелось бы понять. Сегодня распределение у нас следующее. На позиции шеф-повара у нас остается Анна. Анна повара хочет поднять на достойный уровень мудрый руководитель. Она подбирает себе команду поваров. Валера горячий, Женя холодный, Олеся будет с шефом. В зале я хочу оставить Сандро и Александра. Кирилл у нас идет на посуду. Попробуй пример, просто интересно. Тебе идет? А кто в баре у нас? А в баре у нас? Как можно шеф-повара выкинуть его в зал барвелов на поле действия, где не рассказать ему, не дать оружие в руки? Или просто швырнуть ему танк, сказал, садись по вражеским окопам стреляй. Ну что за бред вообще? Теперь самое главное, что я хотел бы вам сказать. Сейчас я представлю вам нового участника телепроекта «Реальная кухня». Рита. Это Маргарита, может называть ее Рита. Она очень-очень привлекательная девушка. Очень я считаю, она красивая. Красота спасет мир, но не наш проект. Мне кажется, что такой человек мог бы нам пригодиться. Посмотрим, как она себя поведет, как она в коллективе себя зарекомендует. Но, конечно же, поваром на кухню я ее не поставлю. Может быть, помощником каким-то. Ну что, я вас поздравляю. Я считаю, что это хороший челлендж, и мы все сегодня победим. Я вас оставляю на два вечера. Обязательно. Окей? Удачи всем. Спасибо. Спасибо, будем стараться. Познакомившись с участниками, Маргарита заняла свое место в команде. А в это время шеф-консультант Василий Емельяненко привез на помощь участникам знатока русской кухни шеф-повара Дениса Перевоза. Эксперт по русской кухне, мягко сказано, человек, который ее любит и который везде пропагандирует и говорит, друзья, мы должны есть русскую кухню. По крайней мере, знать, что мы кушаем, есть какие наши национальные продукты и блюда, и быть подкованным в этом. Денис взял инициативу в свои руки, как будто это его кухня, как будто моего поварята. Вот видишь, смотри, я сейчас протыкал, долго не мог протыкнуть, потому что кожа очень плотная. Вы когда вчера засолили их, да? Сегодня утром. Вот я уверен на 100%, что они внутри не соленые. Пробуют. Так и есть, да? И сейчас можно потыкать, да? Когда ты протыкаешь в нескольких местах ее кожи, то есть идет некая циркуляция, и помидор просаливается. А вы пригласите нас в гости? Пригласим. Вот таким кусочком. Сначала здесь, проявите. Потом будем в гости звать. Смотри, на щавель надо дорывать, далее нести картошку, нарезать яйца, чистить. Денис начинает меня долбить просто, гасить. Откуда ты, как ты вообще сюда попала? Я его спрашиваю, можно ли к вам в гости прийти? Это надо еще заслужить, он мне отвечает. Он сразу у меня хоп такой, вообще поставил на свое место, сиди там. Не надо, не надо, пожалуйста, не выжимайте имбирь. Это издевательство. Ты понимаешь, что у тебя сейчас из 5 килограммов имбиря, Макс, получится просто вот так вот сколько? Давай я сам разберусь, лезь. Не надо его делать. Давай я сам разберусь, занимайся кухней своей. Макс, имбирь надо мять. Это не тот лимонад, который надо делать. Давай я, говорю, сам разберусь. Не очень хороший человек, и уже не один раз поднимался вопрос по поводу лимонады, он сегодня опять начал делать какие-то свои действия. А профобразование есть? Профобразование балерины. Потребитель, в общем. Маргарита, пойдемте тогда переодеваться, чтобы не терять время. И общаться будем в кабинете. Обстановка-то все накаляется, да накаляется. Налее. Что? Улыбнись мне, пожалуйста. Не хочу. Спасибо. Тебе не надо... Потому что дураков будешь из других сделать, Аня. Ты что, с ума сошла? Да тебе что говорить. Я если услышу лично, я пресеку сама лично, хорошо? Хорошо. Я не хочу, чтобы моего су-шефа кто-то обижал. Все слить на меня негатив пытаются. Пусть лего хрен с ним. А Велься может думать то, что она думает. Вот и все. Это ее лично мнение. В то время, как участники были заняты готовкой, пришел заказанный ими балалайшник. И сходу Сандра взял его в оборот. Давай, играй. Давай. Покажи мне, как это идет. Подоговори, давай. Ну, как всегда было на Руси. А ты, это не я перед тобой выпендриваюсь, это ты должен, чтобы я тебя заметила. Даже так? Да, да, да. Ну, ты ж такой весь крутой, а я на тебя внимания не обращаю. Что такое? Вот какое, да, вот такое. Ну, посмотри на меня. Вот, да, вот такое. Такое. Гамбургский. Начали уделять ей внимание. Наша мужская половина вижу, что Сандро там очень сильно трется. И я как бы говорю ей, что там внимание у тебя обильное. Она такая, говорит, ну, приятно. Ну, все такое, дешевый цирк. Ребята, все готовы? Кухня как? Готовность? Сто процентная. Я хочу поблагодарить наших гостей, Василия и Дениса, за то, что они нам помогли сегодня подготовить меню. Я слышал вот манеру подачи себя Дениса. Я так и рассказывал, там меняли сковородки из одной в другую. Все это круто. Но в итоге ничего нового и полезного из мастер-класса не видно с никто. Ребят, ждем вас еще к нам в гости. Хорошо. Будем разрабатывать. А вы нас в гости себе не ждете? А мы с удовольствием и ждем, и приглашаем. Спасибо. Все, до встречи. Все, удачи всем. Спасибо. Проводив шеф-поваров-консультантов, участники были готовы принимать гостей. Наверное, нервничаю перед открытием. Тогда я тебе рекомендую выпить архив. Это настоящая природная вода. Она, скорее всего, защищает иммунитет и тебе поможет. Парни. Ура. Хорошо. Действительно, мне стало лучше. Добрый вечер. Подходите сюда, к нашему караваю. Попробуйте свежеиспеченный хлеб. Он приносит благосостояние в дом. Мы испекли красивый каравай и встречались с хлебом, солью, символично. Гостей, в принципе, мне кажется, это нам получилось. Скажите, вот хлеб, по-моему, это одно дело, пришел человек. А тут заходит, уже все это отщипано, отломано. Мы просто порезали, кладешь на тарелочку и проходишь уже. Вы считаете, что, в принципе, это... Я считаю, что такая подача приемная. Добрый вечер. Меня зовут Сандро. Я буду сегодня ваш официант. Привет. Привет. Мне очень было интересно пообщаться с Сандро. Вот я такая большая его поклонница. И, наконец-то, я его увидела вживую. Он очень обаятельный молодой человек. Миша, я так столько раз видела тебя по телевизору. Ты такой классный. Радуюсь. Что желаете? Имберна, цитруса... Лимонад. Да. Атмосфера вчера, протекавшая под аккомпанемент балалайшника, понравилась не всем. Одного гостя слишком раздражала музыка и танцующая Маргарита. И он с претензий обратился к управляющей. Танюшка, пожалуйста, можно кто-нибудь сам? Вот я стою, а она у меня, девушка, своим задом, извините, под носом, ля-ля-ля. И человек играет на балалайке, но я так смогу сыграть. Ну, что это такое? Это было представление для иностранцев, которые считают, что в России, в Москве по улицам ходят медведи. С балалайками причем. В общем, очень проблемный. Он пришел к расследованию, сказал, что это у нас тут за балалайками, а у меня вчера не работала. Поэтому спокойно. Держимся. Знаете, вам что-нибудь хватает для полной гармонии? Одеть всех в лапти, привезти сюда медвежонка, тогда это будет русский ресторан где-то в Шанхае. Вы знаете, гостям очень нравится. Не всем же это нравится. Он это обозвал балаганом и сказал, что в нормальных культурных ресторанах это не делать. Я думаю, что вы просто сегодня негативно настроены. Хорошо, что он хотя бы как-то, чтобы его было просто слышно где-то там издалека. Ну, я специально посадила его за колонию, чтобы его... Сейчас я чуть-чуть начала петь, потом они начнут здесь плясать. Плясать не начнут. Но предположения Татьяны не оправдались. Гости пошли в пляс. Смотрите, как наша девочка танцует на веке. Вот это что, как муха, она стеклянная, кружилась, кружилась. Эти люди, которые бесконечно заводили пляски. Этот гусляр сидел, который вообще не пришейка, были в хвост вообще, куда он его на столб на какой-то повесил. Это бред вообще. А как вы к частушкам относитесь? К частушкам? Не только хорошо. Про тракториста знаете? Напомню. Полюбила тракториста, думала, он пашет. Выхожу к нему на поле, он трусами машет. Нет, не знаете? Уезжают домой, джимбеля. Уезжают, братцы. По-моему, соус свернулся, Жень. Не хочешь посмотреть? Потому что делать надо иначе немножко. А, не дипа советуемся, Ань. Я начала журлен перекладывать, там свернутый соус. Влаги, видишь, много в креветке. Да, я говорю, сейчас до полуготовности доведем, чтобы влаги не было. Блин, капец вообще. Помогли, ребята. Вася с этим, Енис. Когда он не дожарил лук даже в жульен, грибы не дожарили. Это жесть. И после этого какой-то там шеф-повар крутой в Москве. Да мне плевать вообще. Сейчас мы исправили ситуацию. Жень, можно я говорю, хорошо? Мы исправили ситуацию. Мы до полуготовности сейчас доводим, чтобы они быстрее готовились. По отзывам ребят, впечатления не совсем приятные. Потому что те блюда, которые сделал этот Денис, а именно вот жульен, не очень понравились поварам нашим. Татьяна, почему вы выбираете посуду за официантами? Это мой подход и моя концепция, и моя позиция. Я в своем ресторане буду делать то, что посчитаю нужно. Вы управляющий ресторан? У нас каждый человек может стать на любую позицию. Когда вы будете официантами, вы будете носить посуду. А сейчас вы управляющий. А вы хотите у меня чему-то ненчиться? Хотелось бы, да. Я же вам сказал, что я приехал, и хочу, чтобы вы победили. А создается впечатление, что я хочу, а вы не хотите. Я тоже очень хочу победить. Он пришел как всезнайка, постоянно меня лечил своими какими-то пожеланиями, что надо улучшить, что надо ухудшить. А у вас уборщица есть в вашем прекрасном заведении? Да. Вот так грохнулось, уже минуты три, никто ничего не убирает. Анют, можно я посмотрю с этого? Смотри, Кирилл, стакан разберется срочно. Помороженый, это надо? Если слишком много жидкости разлили, да, на пол, то нужно взять с собой ведро, куда ты будешь это выжимать. Да, это, конечно, немного стремно, потому что на тебя смотрят гости. Ой! Ой, что случилось-то? Что это? Пятно вытерли, но пол был мокрый, и когда я выходила, я споткнулась и упала. Что они творят? Все нормально? Ой, как осторожно. По поводу моей работы все было отлично до того момента, когда я помыл пол. Единственная моя проблема, что я не поставил там табличку, что пол сколь. Ну как вы тут убрались-то вообще? Сейчас мы вытренько, извините, пожалуйста. Ну, перед растянем, ну что такое? Это же вообще ужас. Лед можно понести, потому что так это тоже, как бы, сейчас напряжение там будет. Я сейчас принесу нам лед. Сначала человек подскальзывается, потом начинаются действия. Какие-то табличку поставили, какая-то забота. Почему нельзя это сделать сразу? Вот вы опять сейчас моете пол, он мокрый. То есть сейчас тут опять войдет, подскользнется. Сейчас, сейчас. Сейчас мы все исправим. Я все понимаю, что стакан только что разбился и физически не успел очень все вытереть насколько. Женщина упала, я не говорю, что он виноват. Может быть, он просто не продумал свои действия. Чем ты быстрее среагируешь на проблему, тем эффективнее будет результат. Выберите, пожалуйста, десерт. Я просто думаю, комплиментами здесь не обойтись уже. Ужин, наверное, бесплатно нам надо, как минимум. Приношу вам свои изменения. Я готова ужин вам сделать как подарок от нашего ресторана. Я попрошу всех высказаться. И первой будет у нас наша новая девушка. Ну, было бы странно, если бы я сейчас пришла бы и сразу начала бы делать какие-то замечания. Немного интересно, потому что новый коллектив, где, естественно, свои какие-то интриги, свои какие-то подводные камни, какие группировки, этого сразу вообще прям не понять. Татьяна, хотел бы тебе сказать, что сегодня все началось за здравие, а закончилось как-то за упокой. Что касается инцидента с девушкой, которая подскользнулась... Что такое? Что упало, что? Какое твое было бы решение из этой ситуации? Я бы, конечно, полностью бы счет бы их не стал бы закрывать. Предложил бы какую-то, может быть, скидку, там, помощь врача. В любом случае, я считаю, 4 тысячи, которые мы подарили этому столику, это не стоит всех проблем, которые нам бы могли принести эти гости. Татьяна, давайте не будем задерживаться, мы вас поняли, мы с вами согласны. Вот ситуация, она сейчас приезжает домой, у нее начинается там болеть этот позвоночник. Завтра нам еще не докажут, Татьяна, это бред полный, никто это слушать не хочет, пожалуйста. Мы общались, общались, в итоге у меня очередной раз Олеся сказала, заткни свой рот. Я не говорю ей, какая она там нехорошая женщина. Она меня опять унижает, переходит на какие-то очень грубые манеры. Ну, сегодня мы воспользовались звонком друга, Василию, он приехал с помощью, завалили нам жульен. Ты выкладываешь грибочки, бешамель, сыр чертый, ставишь конвектомат, полную, и она у тебя раз, доходит. С креветкой тоже самое? То же самое, только креветка сырая. Сырая креветка, сверху сыр, запекаем, естественно, креветка дала воду, все потекло. Я начала жульен перекладывать, там свернутый соус. Влаги, видишь, много в креветке. Да, я говорю, сейчас до полуготовься, доведем. Я бы добавилась не та версия, которую готовил Денис Василий. Мы немного переделывали. Мы его дорабатывали. Мы дорабатывали. Если честно, мне как-то неудобно критиковать московского шефа, который здесь работает в крутом ресторане. Ну, я скажу, да, все равно, лучше бы они нам не мешали. Я пыталась там всячески, да, там, ребят, давайте по-своему, давайте презентуем блюда, все. И в оконсоре я сказала просто ребятам, мы не будем презентовывать, если они, если будет невкусно, они будут виноваты. Ну, я, со своей стороны, я хочу у тебя попросить прощения за то, что я просто не додумал эту ситуацию. Она у нас сегодня была первая, и надо было сразу вынести эти желтые наши таблички, и потом все, претензий бы не было вообще никаких. Проблема еще и в швабре. В прошлый раз, когда я стоял на посуде, швабр было три вида. Если бы их и сегодня было три, то инцидента мы могли избежать даже без этих табличек. Работали мы хорошо, вот, коллективно, но то, что я сама отдавала, честно говоря, мне не нравилось. И остался у меня Жулиан Креветко, язык и беспробно. Жулиан Креветко. Не надо говорить, что мы отдавали... Нет. Давайте говорить так, мы отдавали не совсем то, что мы отдавали не тому качество немного, чем мы могли бы. Мы могли бы лучше. Просто мы могли бы лучше. Вот и все. Ну, не очень хорошо, конечно, может быть, поступили, когда сказали, что было не совсем вкусно. Было полноценное блюдо, и я сама не готовила. Может быть, в этом была ошибка, потому что человек, когда готовит сам, и от начала до конца какое-то блюдо, он за него отвечает, старается сделать его лучше. Я почему и сказала, презентуйте сами свое меню, потому что мы, в принципе, были просто посредниками. Саша? В принципе, по залу, ну, нормально. Я люблю людей, женщины, во главе Анны Петровны, в которой столик пришел к нам последний, тоже сначала были немного недовольны, но когда увидели Анну, просто растаяли. Язык и бестроганов ваш язык. Не ваш язык, а говяжий язык специально для вас. Людям все-таки было вкусно или невкусно, твое мнение? Ну, средне. Средне паршивство. Нет, ребят, вчера более лучшая была еда, я думал, сегодня реально сделайте русскую кухню. Ну, вот это все не годится. Ну, был сегодня *** день, ну, что кривить душой? Кто кому-то что хочет доказать, я не пойму. Выкрутились вроде бы как могли. В плане отдельный респект, что нашла ко мне ключи, подобрала нужные слова. И батарейки. Да, да, умничка. Любому человеку нужные слова. У меня наладилось с Аней, как взаимопонимание в плане работы. А так, чтобы я не увидел никаких перемен. Гости были сегодня несколько обделены вниманием из-за вот этого мужика, который приходит уже второй раз. Я бы его не хотел больше видеть в этом заведении. Я подошел, да, к Тане, сказал, может, его выкинуть отсюда. Чего у меня мозги? Я предлагаю вообще больше не пускать. Конечно. Он второй раз уже, ну... Ну, в общем, из-за того, что он сегодня отвлекал нашего руководителя от работы, ну, поэтому все было плохо. Ребят, да, сегодня день был непростой. Все отработали хорошо. И одеваемся в плане. Осталось подвести финальные итоги. Сумма сегодняшней выручки составила 65 300. И сумма нашего общего банка составила 2 191 100 рублей. А сейчас приступим к голосованию. Сандро. Танюш, хотел против тебя, но проголосую против Кирилла, потому что он тебя сегодня вообще подверг, под опасность такую. Извините, я не успел еще все вытереть на свой. Надеемся, что нам не придется ехать. Я готова ужин вам сделать как подарок от нашего ресторана. А лучшим я проголосую за... За Максим. Ну, я так. Садись. Худший Сандро. Это единственный человек, который приносит тарелки на мойку и не счищает мусор в бак. Ну, и кровать безвкусно. И лучше, Таня, ты, потому что, ну, я перед тобой виноват и просто тебя подбираю. Спасибо. Вот вы помыли пол, да? Вот у меня теща поскользнулась. Ну, я прошу прощения меса, я... Нет, извините, но вот вы опять сейчас моете пол, он мокрый. То сейчас кто-то опять пойдет, поскользнется. Валера. Был непростой день. Танюш, хочу отдать тебе плюс. Минус хочу отдать Сандро, потому что очень разочаровался во вкусовых качествах каравая. Хоть и пафоса было. Знаешь, как он был? Все. Он был красивый каравай, пропекшийся внутри. И вообще вкусное было тесто. Он не чувствует вкуса, вкуса теста, вкуса соли, сахара. Видно, что очень редко печет. Каравая мне не понравилась. Да и Сандро мне не нравится вообще. Минус, Сандро, тебе. Пожалуйста, тебе за каравай. Плюс тебе, Таня, несмотря на голос, несмотря на самочувствие. Молодец. Но игра этого мужика у тебя потопит. Реально. Хочешь, мы поможем убрать. Давайте посидим, мы сейчас все уйдут и останемся минут на 10. Честно говоря, он меня достал безумно. Ну, как ребята говорят, что, типа, гони его в шее. Я считаю, что это неверный ход. Я ему дала понять открытым текстом. Я бы вам никогда не хотелось, но, к сожалению, я не имею свои обязанности, которые я не могу нарушить. Лучшая, Тань, ты бесспорно вообще. Ты хороший руководитель, ты самый лучший руководитель для меня за последнее время. Худшим я хочу назвать Маргариту. Это я не против тебя лично голосую, я голосую против того, что это неправильно. Тут осталось две недели до конца. Приход человек, ну, после того, как мы все здесь срослись, он все-таки немножко инородный. Не знаю, для меня это вообще, как бы, я нервничаю. Лучшая, Тань, ты. Я тебя просто поддержу. И вообще, это, как бы, правда, молодец. Все круто получается. Макс, наверное, худший ты сегодня, потому что мне просто не понравилось то, что ты накричал на меня, нагрубил, в общем-то, при всех. Не надо ими, делай лимонад, мяк, мяк. Девушки своей не есть, ко мне, Макс. Ну, за лучшее я тоже за вас проголосую, потому что я видела, я была в зале, были сложные ситуации, из которых вы очень так тонко выруливали. Я стою, а она у меня, девушка, своим задом, извините, под носом, ля-ля-ля, и человек играет на балайке, а я так смогу сыграть. Ну, что это такое-то? Осталось всего два столика. Еще буквально 10 минут, и все будет. А худший, я не знаю, кто это был, но кто ел из форшмака, а потом туда ложку клал. Извини. Лучший Сандро, ну, он мне сегодня помогал. Безусловно. Конечно, ну, в отличие, да. А худший Кирюх. Женщина упала, я не говорю, что он виноват. Может быть, он просто не продумал о своей действии. Если слишком много жидкости разлили на пол, то нужно взять с собой ведро. Лучший Сандро. Нам сегодня вместе весело работалось на просторах нашего ресторана. Может, облепиховый чай, черный. Черный чай? Один чайник, да? Две чашки, один чайник. Хорошо. Два, два, два чайника. Худшая ты, Тань, ну, потому что ты мне ничего не сказал. Она мне сегодня не объяснила, что я должен, когда мне официант приносит чек, пойти и отнести напитки на стол. Не был поставлен прямой задачей, поэтому я голосую против нее. Макс, ну, тебя я считаю худшим, потому что, на самом деле, я говорила, и мне неприятно то, что ты не услышал меня. Мне никто ничего сегодня не говорил. Хорошо, я тебя услышала. Я говорил, как это сегодня было. Если для тебя нужно повторять несколько раз, я учту это, и в следующий раз я буду повторять тебя отдельно. Я хочу сегодня отметить первый день работы Олеси на кухне. Спасибо. Мне очень понравилась твоя выдержка, твое отношение, твое спокойствие. Поэтому ты лучшая. Сегодня по подсчетам в голосовании у Сандры, в связи с тем, что у него три минуса и два плюса взаимозачет, получается худший Кирилл, а лучше я. Поэтому премия переходит с вашими руководителями. Всем спасибо, ребят. Надеюсь на завтрашнюю успешную работу. Спасибо. Как тебе наш дом? Снаружи. Снаружи хорошо. Снаружи хорошо. Ну, давай, мы тебе поможем зайти уже в дом. Дело. Вообще. Ну, что, мы тебя на ручки влезь поселим к нам в мужскую спальню. У нас осталось очень мало мужчин. Смотри, у нас единственное условие. Мужиков водить нельзя, подружек можно приводить тоннами. Да. Да. Отлично. Все. Я мужиков не вожу, я обрученную. А, ты обрученная. Да, Петя Михайлович, что тут нам не допонял нас, что мы просили. Начинаем. Каску. Какой. Какой. Какой, я вся красивая. Какой. Я родден был для любви, а не для бреда. О, Господи, я даже об этом не подумала. Можем упастье, да? Нет. Паша, я в шоке, я в шоке. Нельзя все делать. У меня сейчас от этого запах уже страшно, я не могу. Я обручена. Нож положи на место. Я в шоке. Я в шоке. Ежи. Они тоже.